Доброе утро! С новостями на канале УТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете о задержании в регионе крупной партии опасных продуктов, появлении в области промышленных кластеров и судьбе киноконцертного комплекса Маяковского. Больше 200 тонн различной продукции, предназначенной для реализации на рынках и в магазинах, задержали на границе в Новосибирской области. Товары следовали автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан. При проверке сотрудниками Россельхознадзора выяснилось, что некоторые грузы, например, яблоки, гранаты, томаты, сухофрукты, различная зелень, а также сено и солома перевозились без соответствующих документов, подтверждающих фитозанитарную безопасность. Также отсутствовала необходимая маркировка на упаковках. В соответствии с российскими законами грузы были возвращены от правителя. В региональном министерстве строительства начали прием заявок на участие во Всероссийской конференции по развитию городских агломераций. Она пройдет в середине мая уже в четвертый раз. Эксперты обсудят изменения в градостроительном законодательстве, проведут круглые столы и расскажут об опыте других регионов. Новосибирская агломерация – это один из пилотных проектов России. На территории от Колыванского до Машковского районов создаются новые кластеры. Например, в Эскитиме может появиться полный цикл строительства-производства. От добычи камня в карьере до готовых панелей специалисты прорабатывают оптимальные транспортные схемы размещения новых жилых кварталов, взаимосвязи промышленных предприятий. Подать заявку на участие в майской конференции можно на сайте Министерства строительства. Сезон клещей открыт. Первый укус членистоногего зарегистрировали в Куйбышевском районе Новосибирской области. О том, как обезопасить себя от нападения паразита и какие меры предпринимают власти в сюжете Руты Келлер. Прививаться от клещей на предприятии, где работает Сергей Владимиров, обязательное условие. Он лесник. И ни один поход в чащу не обходится без внимания кровососов. Ну, штук по 20-30, так бывает всяко. Прививку поставить обязательно. Или использовать. Сейчас большое разнообразие всяких репелентов есть от клеща. В лес лучше всегда с ними ходить. Вот только действие таких распылителей недолгое, всего два часа. Поэтому специалисты советуют выбирать способ защиты понадежнее – вакцинацию. Клещевым энцефалитом у нас заболели два человека, баррелизом всего один человек. Но, учитывая, что наш район высокоэндемичный, клещей у нас много, и, как показывают данные Роспотребнадзора, процентов 7-8 клещей зараженных, поэтому вы представляете, что риск заболеть очень высокий. Прививаться лучше всего два раза – осенью с промежутком в месяц и третий раз весной. Существует и экспресс-вариант защиты иммуноглобулин. Методов самолечения клещевого энцефалита нет. Кто не успел осенью, можно, так сказать, ускориться и начать вакцинацию сейчас, чтобы успеть поставить, опять же, две вакцины с интервалом в месяц. Но нужно понимать, что это, конечно, будет неполный курс вакцинации, и он не гарантирует от того, что человек не заболеет, если выйдет в природные очаги. Своебразную вакцинацию проходят парки, скверы, кладбища. Но сегодня эксперты не на шутку обеспокоены дачами. Статистика прошлого года – полторы тысячи укусов на садовых участках. Заставить обрабатывать земли никто не может, только рекомендовать и за собственные деньги. Если мы с вами будем говорить по уровню заболеваемости людей, то наибольше показать заболеваемость у нас в Венгерском районе. А если по поводу укусов клещей, на территории, где наибольше происходило именно укусы клещей, то наибольшие мы регистрируем, например, в Новосибирском районе. 14,5% заболевших отмечает укусы на территории Новосибирского района. Но кто он такой – клещ? Маленький паразит предпочитает сухую траву и небольшие кустарники. Кусает предпочтительно в шею, уши, голову, спину и пах. Его привлекает аромат духов и, напротив, испытывает отвращение к запахам шалфея и чеснока. Кажется, безобидная крошка. Только от ее укуса в 2016-м заразились клещевым энцефалитом 72 человека. Пятеро умерли. Все они не были приветы. Рута Келлер, Евгения Емельянова, Николай Осипов, Борис Гладких. Новости ОТС. Сегодня в Новосибирске будут решать судьбу киноконцертного комплекса имени Владимира Маяковского. На проектный семинар по разработке концепции развития приглашены все желающие. Представители кинопроката, постановщики спектаклей, организаторы гастролей, архитекторы, бизнесмены и сотрудники профильных департаментов обсудят новое архитектурное пространственное решение, функции объекта и многое другое. Напомню, здание для Осовкина на Красном проспекте возвели в 1971 году. В прошлом веке оно считалось самым крупным сооружением в городе среди однозальных кинотеатров. Зал вмещал 1200 зрителей. Однако в этом году появились слухи о возможном сносе комплекса, поскольку предприятие как кинотеатр не работает уже несколько лет и не оправдывает себя экономически. А площадку можно использовать как для культурных целей, так и с экономической точки зрения. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачного дня и до встречи на нашем канале. Новости ОТС 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 ОТС. Новости ОТС 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 и катерах опасно из-за возможного столкновения с плавучими льдинами, отмечают спасатели. Кроме того, угрозу представляют бревна, которые в период паводка появляются на водоемах, а вода весной очень холодная. И если произойдет столкновение легкого судна, переворот или разрыв лодки может привести к гибели человека. Главный государственный инспектор по маломерным судам Владимир Подуздиков напомнил, что в этом году, прежде чем спуститься на воду, больше 6 тысяч судов должны пройти технический осмотр. Уже составлен график, который расписан с апреля по июль включительно. К работе стационарных подразделений ГИМС подключится подвижной пункт освидетельствования, который оснащен всем необходимым оборудованием. Он будет работать в отдаленных северных районах области. Новосибирцы стали намного больше ездить на своих машинах. За прошлый год пробег автомобилей вырос почти на треть. Такой вывод сделали специалисты аналитического центра крупной федеральной сети автосервиса. Также в компании уточнили, что часть горожан из-за кризиса поставили свои машины на прикол. Однако те, кто этого не сделал, стали по факту ездить больше. Особенно это наблюдается в летний период, из-за чего можно сделать вывод, что люди стали чаще путешествовать. Отмечу, что специалисты другого аналитического сервиса «Автостат» пришли к выводу, что в Новосибирской области оживились продажи легковых автомобилей с пробегом. А вот рынок новых машин в то же время просел на 14%. Выходные с папой. В предстоящее воскресенье в Первомайском сквере пройдет акция, которую организует Совет отцов Новосибирской области. Родители вместе с детьми смогут принять участие в состязаниях на свежем воздухе, развлекательной программе, посмотреть кино и даже побывать в мобильной бане. А сегодня в колонии строгого режима пройдет финальный гала-концерт творческого конкурса «Калина Красная». Эту творческую акцию в российских тюрьмах проводят уже 14 лет. Сегодня на сцену выйдут 17 осужденных победителей отборочных этапов. Некоторые участвуют в конкурсе уже не в первый раз. Исполняют как известные шлягеры, так и песни собственного сочинения. В жюри организаторы приглашают известных новосибирских актеров и певцов. Победители областного финала получат возможность поучаствовать на всероссийском этапе конкурса. В сегодняшнем концерте выступит и ансамбль «Фауст». Этот коллектив уже несколько лет работает в женской колонии. Правда, его состав постоянно меняется. У девушек просто заканчиваются сроки пребывания за колючей проволокой. В Сдвинске прошел очередной этап президентских состязаний. В творческом конкурсе «Истоки края моего» приняли участие команды из 13 школ района. С подробностями мои коллеги. Эти ребята активные спортсмены. Сегодня легко выполняют гимнастические упражнения, акробатические этюды. Мы хотели от всех отличиться, показав вот эти вот гимнастические фигуры. И у нас мальчик кувыркался, найденный Дмитрий. Мы очень за него боялись. Мы тряслись на сцене, чтобы, главное, он не упал, не ударился. И все у нас получилось хорошо. Дмитрий Петровна, бабушка, спортсменка со стажем. Активная участница района спортивных соревнований. Чулымским школьникам есть на кого равняться. На пьедестале почета спортивная династия Пассаженниковых. На одной ступени Дарья Смирнова. В копилке легкотлетки больше 20 медалей. Два золотых значка ГТО, значок «Витязь». Это мое увлечение. Я люблю этот спорт, поэтому я занимаюсь для себя. И также в селе гордятся то, что у меня такие достижения. 13 программ. Тема одна, но похожих выступлений нет. Ребята поют, танцуют, рассказывают в презентациях о важности спорта. Весь материал, все творчество проявилось, все плескало, все эмоции были на поверхности. И я считаю, что ребята сегодня были вообще, превзошли, наверное, всех артистов. Самой артистичной стала команда Сдвинской школы номер два. Лучше всех раскрыла тему конкурса «Истоки края моего». Очень рады, что не зря старались, репетировали очень усердно, собирались каждые вечера. Все это было как бы сплоченно у нас, друг другу помогали, если у кого-то что-то не получалось. Но это сегодня. А завтра стоит подумать о том, как лучше выступить на следующем этапе президентских состязаний в соревнованиях по настольному теннису. Галина Распопина, Сергей Шевченко, Новости ОТС. Известная спортсменка Анастасия Мыскина проведет мастер-класс для новосибирцев. Первая российская теннисистка, которой удалось выиграть турнир «Большого шлема» и бывшая вторая «Ракетка мира», приглашена в столицу региона на серию тренировок для учеников детской теннисной школы. Пообщаться со звездой российского спорта можно будет в городском теннисном центре. Встреча пройдет в это воскресенье, 2 апреля. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачной пятницы и до встречи на нашем канале. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете об ухудшении погоды в области, наказаниях для хулиганов на общественном транспорте и появлении нового туристического маршрута в Новосибирске. В Новосибирской области объявлено экстренное предупреждение. По данным синоптиков, сегодня ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Усиление ветра до 20-25 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица. В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением, обрывом линий связи и электропередачи, авариями на объектах ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП. Населению необходимо проявлять осторожность в условиях гололеда, обходить оборванные провода и опасаться плохо закрепленных вывесок и транспарантов. Не парковать автомобили под старыми ветхими деревьями. Автомобилистам необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть предельно внимательными. Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 101. Сенаторы проверят, как будет исполняться закон о дебоширах. Напомню, Совет Федерации надобрил инициативу о ведении уголовной ответственности для хулиганов на всех видах транспорта. Также может быть выписан штраф до полумиллиона рублей или назначены исправительные работы до двух лет. Если дебошир сопротивлялся при аресте или действовал в сговоре, то план к наказанию возрастет до семи лет. И, наконец, применение оружия или взрывчатых веществ грозит максимальной мерой 8 лет заключения. Важно, что весь нанесенный урон будет возмещаться нарушителям. В особую категорию выделяются деяния, которые были совершены вне транспортного средства. К ним будут отнесены и действия так называемых зацеперов, а также хулиганов, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов. 31 марта, ровно 45 лет назад, был образован Машковский район Новосибирской области. Однако история этой территории насчитывает три с лишним века. С момента, когда в 1703 году для охраны русских земель на южной границе Томского уезда был поставлен Умревенский острог. Его считали первым знаком российской государственности на Новосибирской земле. Возникновение поселка Машково, как и многих других населенных пунктов Сибири, обязана строительству Транссибирской железной магистрали. В советские годы эти земли часто переименовывали. Гектары вместе с людьми и домами переходили по документам из одного района Западно-Сибирского края в другой и обратно. Так еще дореволюционный Алексеевский район стал Машковским, а его центр, село Алексеевское, стало Машково по названию железнодорожной станции. В середине прошлого века часть населенных пунктов, в том числе и Машково, отошли к Болотнинскому району, часть к Новосибирскому сельскому. Но с момента указа Президиума Верховного Совета РСФСР 31 марта 1972 и уже 4 десятилетия с лишним название района и его границы неизменны. По территории проходит Западно-Сибирская железная дорога и Федеральная автомобильная дорога Байкал. А знаменитый в регионе Добровинский лесхоз – поставщик древесины. Специалисты выращивают сосну, кедр, перерабатывают сырье, выпуская вагон, курейку, брус, различные деревянные заготовки. В районе функционирует и второй по величине грузовой порт области, откуда на север отправляют нефтепродукты, пиломатериалы, щебень и песок. Для туристов и жителей Новосибирска открыли новый путь речного трамвая. С наступлением навигации его пустят от речного вокзала до аквапарка. Более того, появится маршрут выходного дня. Местный оператор пассажирских перевозок на теплоходах в этом году планирует увеличить пассажиропоток на 15% до 150 тысяч человек. Достичь этих показателей планируют не только с появлением новых направлений, но и с помощью новой техники. В прошлом году был куплен теплоход, который способен ходить не только по реке Обь, но и в Новосибирском водохранилище. Завтра Международный день птиц. В нашей стране этот экологический праздник появился еще в XIX веке. В Царской России организовывали несколько обществ по охране пернатых. А в крупных городах открывались так называемые майские союзы для изучения и защиты птиц. Они работали при школах и объединяли детей от 9 до 11 лет. После революции это движение ликвидировали. Но в 1926 году праздник снова возродили. Например, в послевоенные годы в нем участвовало до 5 миллионов школьников. Дата проведения выбрана не случайно. Именно в эти дни в большинстве регионов страны начинают вить гнезда перелетной птицы. Взрослые дети благоустраивают места обитания водоплавающих птиц, вывешивают новые кормушки и скворечники. Всероссийские соревнования «Кубок успеха» по карате начинаются завтра в Новосибирске. Соревнования пройдут уже в 22-й раз. На татаме в спортивном комплексе НГТО выйдут полторы тысячи каратистов со всей страны, а также пяти регионов Казахстана. Новосибирская область будет выступать на турнире не основным составом. Четверка сильнейших спортсменов региона улетела в Дубай, где будет защищать цвета российского флага на престижном международном турнире по карате в третьем этапе Премьер-лиги. Поэтому «Кубок успеха» – шанс для вторых номеров сборной региона показать себя. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачного дня и до встречи на нашем канале. Субтитры предоставил А.Семкин на канале ОТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете, какую сферу будут финансировать букмекеры, почему из Новосибирского зоопарка увезли животных и где в областной столице прозвучит музыка молодых композиторов. Часть своих доходов букмекеры будут отдавать на развитие детского спорта. Новый законопроект прокомментировал председатель Домского комитета по физкультуре и спорту член фракции ЛДПР Михаил Дегтярев. При этом у букмекеров появится возможность размещать рекламу на стадионах и в спортивных изданиях, а численные деньги пойдут в том числе на развитие детского спорта. Представитель ЛДПР Дегтярев подчеркнул, что это будет не меньше 20 процентов от всех собранных средств. Предполагается, что общая сумма составит не менее 15 миллионов рублей. 31 марта, 120 лет назад, позже с дорожному мосту через ОПИ из Новосибирска в Красноярск пустили первый паровоз. Чтобы ввести в эксплуатацию сооружение, строителям потребовалось три года. Мост возводили по проекту русского инженера Николая Берелюбского. Эта конструкция стала одной из первых в России, пролеты которой перекрывались металлическими основами консольно-балочного типа. Место для мостового перехода через реку было определено у старого сибирского села Кривощоково. Сегодня это Новосибирск Западный. А уже через несколько лет по типовым проектам на протяжении всего пути между сибирскими городами строили паровозные и водоподъемные здания, казармы и сторожевые домики. В память о тех событиях прошлого века в парке городское начало Новосибирска установлена одна из ферм первого моста через ОПИ. Молодых манулов из новосибирского зоопарка отправили в зоосады Европы. Двух котов в рамках международной программы сохранения вида животных примут во Франции и Германии. Напомню, в прошлом году сотрудники зоопарка имени Ростислава Шила заявили об умерождаемости среди семейства кошачьих. У манулов на свет появилось сразу 14 котят и общее количество особей выросло до 23. И вот подросших животных начали рассылать в другие зоопарки. Конкурс исследовательских проектов для младших классов провели в Болотненском районе. В этом году свои работы на суд жюри вынесли 28 учеников. Что интересует потливые детские умы и кто победил, узнала Екатерина Горшкова. Саша учится во втором классе и всерьез интересуется дактилоскопией. Пока работал над проектом, собрал отпечатки пальцев у всей семьи и проанализировал капиллярные узоры. Предмет изучения, гипотеза и вывод. Так оформляют проекты. До финального этапа дошли 28 работ. У каждого участника свое открытие. Данил исследовал старинные меры длины и рассчитал размеры конька-горбунка. Тему конкурсанты выбирали сами. Обработать материал. Ребятам помогали не только учителя, но и родители. Готовили проекты целый месяц. На презентацию всего 15 минут. Комиссия оценивала работу по нескольким критериям. Современные образовательные стандарты наши предполагают, что дети должны участвовать в проектной деятельности, научно-исследовательской деятельности. И начинать это все дело с начальных классов. И это вот первые попытки детей познать мир науки. Конкурс исследовательских проектов для младших классов проводят в районе второй раз. В следующем году ожидают еще больше участников и новых интересных открытий. Екатерина Горшкова, Михаил Кауров, Новости ОТС. Музыку молодых современных композиторов исполнят в Новосибирске в рамках международного молод-фестиваля. Первый концерт над названием «Движение и транзит» состоится завтра в камерном зале филармонии. На нем прозвучат работы авторов возрасте от 26 до 43 лет, в числе которых Ярослав Судзиловский, Настасья Хрущева, Иван Абрамов и другие. Отмечу, география фестиваля обширна. Концерты пройдут в 20 городах мира от Новосибирска до Парижа. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачной пятницы и до встречи на нашем канале.